Всем привет! Всех рада приветствовать на моём канале. Кто ещё не знает, меня зовут Ольга. Сегодня я хочу с вами поделиться моими покупками, подарками, связанными в честь Нового года, который у нас прошёл, 2020 год, с чем, опять же, повторюсь, поздравляю. И хотела показать, какие были совершены покупки, потому что были грандиозные скидки и в ритуале, и в золотом яблоке, были также сделаны подарки на Новый год мне, и в связи с тем, что не только Новый год я праздновала, но и своё день рождения. И, конечно же, тоже были подарочки от моих родных, от мужа, от сынули, и поэтому хочу вам показать. Так что даже мне подарки сделали марка Sunlight в честь дня рождения, Соколов, ну, такие мелочи, но всё равно очень-очень приятно. Поэтому присоединяйтесь, высаживайтесь поудобнее, надеюсь, что видео не будет слишком долгим. Чек кофеек и поехали! В первую очередь хочу с вами поделиться и показать... Вот здесь у меня лежит такая вот коробочка, но сейчас я не буду полностью её показывать, я покажу в отдельном видео, обязательно расскажу вам. Пришла ко мне вновь коробка от сайта Asus, марка The Ordinary, всё падает. Вот такие вот позиции у меня здесь, 8 позиций. Я отдельно обязательно сниму видео, следующее видео не пропустите, поэтому подписывайтесь на этот канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить видео, потому что те позиции, которые я заказала, просто, вот, просто классные. Я уже кое-что... здесь у меня уже всё падает. Кое-что уже испробовала. Буду вам советовать, рекомендовать, показывать. Мне очень нравится эта марка. Это просто классная марка. Было уже снято одно видео, когда первую посылочку я заказывала. Где-то здесь ссылочку пущу, чтобы вы могли пройти и посмотреть. Обязательно посмотрите, не пожалеете. Наверное, ленивый только не попробовал эту марку. До меня доходит, как до жирафа. Люди уже там два года назад пробовали эту марку. Но я вот только сейчас, я очень довольна этой маркой, как реагирует моя кожа. Уход просто классный. Мне очень нравится. И вот вторую посылочку обязательно вам отсниму и покажу, что я ещё другое заказала от этой марки. Другие позиции тоже очень-очень классные. Поэтому не пропустите следующее видео обязательно. Итак, здесь у меня на столе собраны много позиций. Буду показывать перемешку. Здесь и косметический, и декоративка, и уходовый, и всё подряд. Короче, всё очень классно. Всё, что я покупала. Вот такую вот игрушечку, пигвинёнок, подарили моему сыну в школе. Хотела вам показать. Милота просто. Так, мне очень понравился этот пигвинёнок. Вроде как бы, ну как сказать, копейки, но приятно. Очень красивый пигвинёнок. Жалко, наверное, что у нас нету год пингвина. Всего чего угодно, но не пингвина. Классная игрушка, мне очень понравилась. Прям милота, милота и только. Итак, какие подарки я совершила для своих родных? Ну, для своего сына, как всегда. Мы там купали одежду ему, то, что ему хотелось. Там свитеры, джинсы и всё остальное. И также я... И, соответственно, у нас сейчас дети более виртуальные. То есть виртуальные игрушки, какие-то игры. Всё это тоже как бы ему... Деньгами ему дали. И он там виртуальные игры себе покупал. Поэтому у нас 21 век. Вот такие вот у нас подростки. Своему мужу я тоже подарила... Ну, как всегда у нас, знаете, бывает. То есть без этого никак. Носочки, трусочки и всё остальное. Но также я ему сделала один аромат, парфюм. У его любимой. Я, как уже сказала, что были в ритуале очень-очень большие скидки. 50%. Что, честно говоря, да, происходит часто. Но не на все марки. И такие люксовые марки, как Шанель, Диора, ещё какие-то. Они не всегда участвуют. Но в этот раз марка Диора участвовала. Его любимый аромат от Диора, Хоум Интенсия. Это не туалетная вода, а парфюмированная вода. Здесь 100 мл. Вот такой вот уже коробочку он выкинул, как всегда, быстренько. Потому что это его любимый аромат. Он стал сразу пользоваться. Вот. У него как раз подзаканчивались. И он так один раз заикнулся, что вот когда-нибудь там, ага, куплю, повторю вот тот-вот аромат. И я увидела вот эти вот скидки. Ну, естественно, как любящая жена побежала и купила этот аромат. Для него это было сюрпризом. Очень-очень... Это аромат просто сказка. Но это любимый не только его, но и мой аромат. Здесь древесные. Здесь, знаете, такое вот и табачные, и древесные. И что-то даже есть такое, может быть, ванильное. Ну, аромат очень шлейфовый, очень долгий, очень стойкий. Хватает на целый день. Присмотритесь. Здесь вообще, конечно, без скидок он стоит что-то там около 8 тысяч. Если есть у вас золотая карта, будет там около 6. Я его приобрела за 4. Были скидки, да. И 50%. Очень классный аромат. Здоровский. Подарила своему супругу. И дали вот такие вот пробники тоже марки Dior. У них новый вышел аромат. Саваж, туалетная водичка. Кстати, неплохая. Сейчас у меня дали два пробничка. Одну отдала сыну, другую ему. Тоже неплохая водичка. Кстати, хороший выпуск. Потому что другие какие-то позиции в Dior. Ароматы мужские мне не очень нравятся. Кроме этих. Дальше. Следующее. В Литуале. Так, если мы проходимся по Литуале. Приобрела я две позиции, связанные с уходом за волосами. Очень долго смотрела на эту марку. Это японская марка. Шампунь и кондиционер. Зубаки, если я правильно называю. Не знаю. Вот посмотрите. Значит, вот шампунь. А вот кондиционер. Здесь у нас 450 мл. И то, и другое. С помпой вот с такой вот. Очень классно, когда есть помпа. Очень удобно. Когда моешься или просто моешь голову или в душе. Что могу сказать про эту марку? Давно смотрела на эту марку. Давно хотела приобрести. Не решалась. Здесь в связи с нашими скидками. Тоже 50%. Я приобрела эту марку. И ни капельки не пожалела. И могу вам советовать. Просто суперская. Суперский кондиционер и шампунь. Кондиционер не грязнит, не тяжелит. Не утяжеляет. Очень классно. Хорошо увлажняет. Питает для блондинок. У кого блондинистые волосы. Мелирование. Очень классно вообще. Просто суперский. Аромат феноменальный. Просто классно благоухает. И потом волосы в течение дня пахнут. Здоровский. И здесь, значит, у них идет направление объемные блестящие волосы. Содержит 5 натуральных ингредиентов для здоровых, красивых волос. Эссенция лимона, фитоэссенция, соевый протеин, пчелиное маточное молочко, эстракт масла камелии. Вот эти компоненты находятся в этом кондиционере. Классный аромат. Действительно здоровский. И классно вообще ухаживает и питает. Ну, действительно. Знаете, вот слово классно можно говорить тысячу раз. Потому что здесь, ну, я вот не всегда довольна всеми тем, что я покупаю. Но вот это вот мне очень понравилось. И такой же шампунь. Тоже с такими же компонентами. Хорошо очищает, хорошо пенится. Расход минимальный. Что там, что там. Я прям довольна. А там у них было, я думала, между... Другое направление. Здесь вот идут как блестящий объём. То есть, блеск и объём волосам дают. Конечно, такого прям феноменального блеска вы не увидите. Может быть, на блондинистых. Может быть, на тёмных волосах он больше виден, чем на блондинистых. Там было другое направление. Питание повреждённым волосам. Я всё думала. Потому что всё-таки я осветляюсь повреждённые волосы. Но всё-таки взяла вот этот и не пожалела. Очень классная марка. Обязательно куплю ещё следующие позиции у них попробую. И вам советую. Здорово. Конечно, классно брать на скидках. Это лучший вариант. Так. Следующее. Значит, в Литуале, наверное, да, всё. Значит, я кое-что приобретала в магазине «Подружка». Хочу вам показать, посоветовать. Марка «Ходелаба». Я приобрела гидрофильное масло. У них тоже на скидке. Тут тоже было 50% на неё скидка. Вот такое вот гидрофильное масло. Тоже японская марка. Хотела попробовать у них. Потому что очень много отзывов, хороших советов. Советуют. И поэтому решила тоже попробовать именно гидрофильное масло. Ещё не пробовала, ещё не вскрывала, потому что своё корейское гидрофильное масло я сейчас заканчиваю. В пустых баночках о нём расскажу. Ну вот хочу попробовать ещё вот этот вот обязательно. Расскажу вам, как только попробую. И я приобрела также в подружке две таких гаджета. Вот два таких гаджета. Значит, от марки «Деко». Первый гаджет, вот вы уже видите, это такой роликовый массажёр для лица и не только, для тела. Он стоил 450 рублей. Я давно на него посматривала, он ещё не во всех подружках есть. Надо ещё погоняться за ним. Это вот пластмасса, а это металлические. Они вот так вот кружатся. И ты делаешь массажёр по линии, массажной линии. То есть вот так, вот так, вот можно здесь и так. То есть по-разному. На шее я даже делаю. То есть очень классно. Кстати, расслабляет и классно массажирует. Мне очень понравился и, в принципе, недорого стоит. Я просто смотрела там ещё на Ахёрп, что-то он дороже стоит. И на подружке вот дешевле. И мне очень понравился этот массажёр. Здесь вот показано на картинке, как можно делать массаж. То есть рассказано всё. Да, стоит вот ценник. И на лицо, и на шею, и на живот, и на ноги. То есть, пожалуйста, можно это сделать. Мне очень понравился этот массажёр здоровский. И я им всегда пользуюсь. Прям супер. И также у них взяла, а ещё не пробовала, но обязательно буду пробовать. Тоже от марки Дека. Это дермороллер. Это специальный массажёр, который усиливает проникновение крема, сыворотки в коже. Вследствие чего значительно увеличивается воздействие их питательных компонентов. Регулярное использование дермороллера улучшает микроциркуляцию крови, цвета лица, сокращает поры, предотвращает появление мимических морщин. Здесь у меня иголочки 0,5 мм. Стоил он 399 рублей. Что могу сказать. Я тоже смотрела такой гаджет на iHerb. Он тоже там стоит подороже. И слышала очень много отзывов, рекомендаций. Что нравится. Что прям суперский гаджет. Что действительно улучшает цвет лица. Действительно, как здесь заявлено, микроциркуляция крови. Очень прям мимические морщины. То есть подтягивается кожа. Почему бы и нет. Значит, вот такая вот ручка. И здесь он вертится. Не буду пальцем туда. Иголочки достаточно остренькие. И, конечно же, перед тем, как использовать, нужно провести дезинфекцию. Желательно в растворах специальных. И лучше не в спирте, а в растворика, насколько я поняла. Ещё не пробовала, но как только попробую, я вам расскажу, покажу. Вот. И расскажу результаты. Если будут, то какие-то свои отзывы понравились. Нет, но отзывов на этот гаджет очень много. И очень всем нравится. Так. Следующее. Что могу рассказать. Косметические. Потом тогда, ладно. Подарочки потом, которые были сделаны мне на день рождения. Расскажу о косметических покупках, которые я совершила в нескольких местах. Значит, не знаю, показывала, нет. Вот такой вот праймер. Может быть, показывала в каких-то роликах. Не помню. Но всё равно хочу вам посоветовать и показать, потому что им пользуюсь. Это увлажняющий праймер от Catrice. Очень здоровский праймер. Мне очень нравится. Классно ложится тональное средство на него. Со всеми тональными средствами работает. Он такой достаточно прозрачный. То есть, он не подсвечивающий, а просто действительно увлажняющий. Такая вот капелюшечка. Он очень увлажняет, хорошо распространяется по коже. Влажняет кожу. Мгновенно впитывается. То есть, и на него ложится тональное средство, как будто прилипло. И держится целый день. Никакого запаха, нейтральный такой арома. Здесь 30 мл. Увлажняет, тонизирует кожу перед макияжем. Присмотритесь. Недорогое. Но праймер удивительно классный. Даже если я не хочу наносить какие-то средства, увлажняющие на лицо. Хотя я наношу с утра. Тоже обязательно сниму видео на мой вечерний уход. И сейчас утренний уход. И когда я наношу, допустим, какие-то сыворотки. Я сейчас пользуюсь только заординария сыворотки на утром. И чувствую, что можно без крема обойтись. Вот это увлажняющее средство у меня заменяет крем. И на него ложится макияж, тональное средство. Просто суперски. Также недавно, буквально несколько дней назад, я приобрела... Это я всё покупала в Золотом яблоке. И также недавно я приобрела в Золотом яблоке от Artvisage. Тоже праймер. Но это уже подсвечивающий праймер. Лёгкое-лёгкое свечение. Вы знаете, взяла, потому что действительно... Это уже масс-маркет у нас, как бы, да? Взяла, потому что... Что-то он не хочет показывать. Взяла, потому что действительно... Вот. Много отзывов хороших. Советуют, что классный праймер. Классно подсвечивает. Эта основа усиливает сцепление макияжа с кожей. Сияющая основа под макияж для всех типов кожи. Сейчас он тоже на мне. Он легко подсвечивает. Он не то, что прям там, знаете, сильное какое-то свечение даёт. Но... Не знаю, увидите его, нет? Такой вот он... Хорошо распространяется по лицу, по коже. Но вот его я заметила, я его сегодня использовала второй раз. Его лучше наносить на увлажняющую основу. То есть, либо на крем. Ну, только на крем, наверное, который увлажняет. Вот видите, лёгкое такое свечение идёт. Красивое. Да, ничего пошлого нет. То есть, вот прям красивое свечение из-под кожи. Но его наносить надо, чтобы он хорошо распространился. То есть, он не увлажняет вообще ни грамма. И... Ну, увлажняющий. То есть, вот крем нанесли. И потом уже этот праймер, если вы используете этот праймер. Вот этот, если можно, без крема. А этот обязательно надо с кремом. Также... Я совершила покупки в марке My Cup Revolution. На мне сейчас одна из них – это помады. Вот такие вот две помадки. Наверное, вот эту помаду я вам показывала, да? То есть... Сейчас уже не помню. Да, эту помаду я вам показывала. Классная помада. Это у них матовое направление. И вот вторую помаду точно не показывала. Сейчас она у меня на губах. И это у них про... Про линейка идёт. Значит, вот номер... А, здесь у них по названию. Провокатор. Название Провокатор. Очень классная, увлажняющая помада. Такая вот она... Надеюсь, камера передаст цвет, потому что съедает. Цвет достаточно такой холодный, коричневый, с розовинкой. Очень красивый. Очень красивый цвет. На губах ведёт себя очень классно. То есть, увлажняет, не сушит, хорошо держится. И сходит равномерно. То есть, нет такого, что... Ну, у неё есть немножко такой, знаете, лёгкий пигмент, который остаётся с розовинкой на губах. Не то, что вот она сходит, её нет. Нет, лёгкое такое покрытие с розовым подтоном остаётся всё равно. Но помада не растекается, не в складке. Я вообще пользуюсь без карандаша губной помадой. Потому что, как бы, контур есть. Поэтому, ну, классно, классно держится. Могу прям посоветовать. Хорошая у них вообще у майка превалюшина. Мне много что нравится. И я пользуюсь и помадой вот этой вот мне нравится. Да, и мне пользуюсь... У них такая есть палетка. Не знаю, сейчас она вообще есть. Нет, вот у меня тёртая до дыр. Корректор и хайлайтер. Классные у них марки. И вот эти вот помады я как раз тоже, как бы, ему пользуюсь. И мне очень нравится. Сейчас у них вышли новые тени. Очень большая палетка. Отзывы хорошие, примитация хорошая. Думаю, вот, заказать, посмотреть. И следующие тоже купила в марке NYX. Вот ихняя такая вот линейка Soft Matte Lip Cream. Вот такой вот цвет. Знаете, как получилось? Проходила я мимо. Решила зайти... Что-то после кафе, что ли, решила зайти накрасить губы. И вот эта вот помада была на скидке. Я решила попробовать. И мне понравилось. Очень я её взяла. Вот такой вот цвет. Очень здоровский. Ну, вообще, мои тона. Я очень люблю такие цвета. А здесь помада тоже держится классно. Она немножко застывает. Но вообще ни капельки. На моих губах не сушит. И очень классно держится. Здоровский. И оно такое имеет освежающий эффект. Очень, ну, хорошее. Дальше, следующее. Купила я два карандашика. Они исполняют одну и ту же функцию. Вот этот вот карандаш я покупала в Ревгоше. Решила я здесь прокрашивать ресничный контур. Чтобы более какой-то вот усилить... Как сказать... Усилить пигменты глаз. И усилить зрительное состояние, как бы, выразительности глаз. Да. Я никогда этим не пользовалась. И тут я решила купить в марке Maybelline тату-лайнер. Ну, вроде как бы масс-маркет. Попробовать. Рекомендую. Там, как это... Вот. Карандаш достаточно очень-очень тёмный. В коричневом направлении я всегда брала. Очень тёмный. Очень жирный. И такой вот насыщенный. Очень насыщенный. Я им попробовала, посмотрела. Чё-то мне не очень понравилось. Либо я его не разглядела. То есть, он начал отпечатываться. Что-то как-то я его... Мне хотелось, чтобы купить карандаш. И чтобы он прям вот намертво застыл. И классно. Что-то он мне как-то не присмотрелось. Хотя очень много отзывов хороших от блогеров на него, как из масс-маркета. Ну, выкидывать ещё не собираюсь. Буду его пробовать. Но до этого у меня была мысля купить от другой марки. От Люксу Веста Лаутер. Чё-то меня, наверное, сжаба задушила. Или как-то, не знаю. Я вот попробовала с масс-маркета. Ну, вот пришла всё равно к тому, что надо сразу покупать хорошие позиции. Сразу покупать хорошие, если ты хочешь. Потому что, ну, блин... Всё равно вернёшься к этому. Люкс есть люкс, да. И приобрела хорошо, что успела на скидках 50% в Литуале. Вот такой вот карандаш. Сейчас им пользуюсь. Держится он красиво. Здесь, значит, карандаш. Расход, конечно, такой средний. То есть, не минимальный. А здесь кисточка идёт, щёточка такая, вот она силиконовая, чтобы можно делать смоки айс, растушёвывать карандаш. Значит, цвет, он немножко получше, чем вот от мебелем. Потому что цвет, он идёт такой... Стерну уже здесь помаду. У себя, наверное. Цвет полегче идёт. Посветлее. Тоже коричневый, вот первый. И он застывает. Вот этот более холодный. Мебелин более холодный. А этот нейтральный такой. Не могу сказать, что он прям тёплый, но нейтральный. Он застывает и всё. Чуть-чуть он может, может быть, вот здесь вот в слизистую попасть. Ну, как бы это не мешает, а наоборот, ещё больше подчёркивает. И классно держится. Потом, конечно, его смывать. Это как такой водостойкий карандаш. Его смывать лучше либо гидрофильным маслом, либо бальзамом, либо уже, если вы пользуетесь мицелляркой, такой для водостойкой косметики. Ну, карандаш здоровский. Могу рекомендовать. Очень классный. Всегда тянется рука. Только я ему крашусь. Постоянно как крашусь, так я его беру. И постоянно с ним, с ним, только с ним. И следующее, что хочу рассказать и показать, я тоже приобрела на скидках Сифара. Правда, куда-то я уже делала коробку. Наверное, её выкинула случайно. Так что уже без коробки. Вот такие вот тени. Это веганские тени Кэт Ван Ди. Их я очень хотела, думала, желала. Посмотрите, какая красота. Просто тени. Класс. Мне очень нравится. Классная просто упаковка. Суперская. И сами тени. Они сейчас у меня на глазах. Куда же поближе вам показать? Вот такие вот. Такой вот майкап делала я. Тенюшки. Это... Я что-то совмещала их. Не там... Есть разделение. Тёпло, холодно, нейтрально. Но я делала... Смешивала с разных. Вот. И... Сейчас верну вас обратно. Покажу вам сейчас тени. Они просто здоровские. Они просто... Они просто супер. Вот такие вот тенюшки. Смотрите. Просто... Просто класс. Значит, здесь у нас... Так, как бы нам показать-то вам... Давайте, наверное, вот так вот. Вот этот вот идёт у нас нейтральный отсек. Вот этот идёт холодный. Этот тёплый. И вот эти вот нижние, их можно... Они большие рефилы, потому что они больше расходуются. Вот можно и контур вот этим делать. Пожалуйста. То есть здесь вот можно высветлять. Ну, они вообще супер. Я как-нибудь сделаю обзор на все мои тени. Все палетки, которые у меня есть. Я здесь перепрела косметику. Что-то там продаю. Что-то отдаю. Вот. Но вот эти вот тени, они, конечно, супер. Просто супер. И я рада, что я их приобрела. Не буду на них долго заострять внимание. Когда есть скидки. Сейчас там скидки, кстати, в Сифара на контур. Вот этой же палетки на контуринг. Ну, контуринг у меня много что есть. Поэтому я хотела вот тенюшки. Мне ещё нравится. У них тени. Первая вышла палетка Лолита. Не которая сейчас широкая. Это не мои цвета, тона. А вот именно узенькая такая вот Лолита. Там не так много этих цветов. Не помню сколько. Вот я всё туда смотрела, смотрела. А сейчас её не продают. На официальном сайте, правда, есть. Но сейчас её не продают. Но вообще тени классные. Пигментация классная. Растяжка. Тушуется классно. И вообще супер, супер, супер. Так что присмотритесь. Очень-очень здорово. Ну, и напоследок мои подарочки, которые я, которые мне подарили. Значит, вообще, как бы я не очень-то, я думала, что я хочу на день рождения. Я как-то не очень-то что-то хотела всего. И думала, думала. И в итоге, в один прекрасный день, первый подарок произошёл от сынули. Мы шли с ним по золотому яблоку в окей. И зашли в Санлайт. И я увидела одни серёжки, которые мне очень понравились. Они были на скидке. Там ещё что-то можно было по помп-кром-коду. Ещё скидку сделала. Ну, короче, там целая такая история. И он мне как раз приобрёл. Взял у папы денежек и приобрёл мне. Значит, вот такая вот упаковка. Санлайт. Такая вот красивенькая, да. Так хорошо прям упаковали. Очень здорово. И ленточкой обвязали. И вот, знаете, вот здесь так была повязана ленточка. Всё так красиво. Всё сделано вот сюда вот. И бантичка они сделали. Ну, вы знаете, может быть, это мелочь. Но это приятно. Приятно очень даже. Поэтому как бы, почему бы и нет. Вот такую коробочку бесплатно положили. Очень-очень здорово. Приятно. Ты чувствуешь себя действительно, что ты держишь в руках, там, подарок, такую покупку. То есть психологически это очень действует. Тем более на нас, на девочек, да. И здесь были серёжки. Они и есть, в принципе. Вот такая вот модель. Как же мне их вам рассказать? То есть эта модель, она носится... Можно носить её из двух вариантов. Сейчас я вам даже покажу. Сниму. Первое. То, что можно сделать просто гвоздик. Я не люблю золото. Я люблю серебро. И вот такой вот гвоздик можно носить. Да, просто вот такой вот гвоздик. Чуть поближе вас подведу. Вот такой вот гвоздик вы просто носите, да. Это серебро. Либо это вот, значит, знаете, как два в одном. Серёжки два в одном называются. Либо серёжки полностью одеваются. Сейчас покажу, как это всё выглядит. Немножко, конечно, может быть муторно одевать. Но ничего. Мне показалось, что они такие стильные. Они такие классные. И вот так вот. Видите, они как висят. Очень здорово. Вообще, я не обращаю большого внимания на украшения. Бижутерию. Я не люблю все вот эти вот бижутерии, украшения. Я люблю часы. Я люблю серёжки. Ну, и летом там я могу носить цепочку с подвеской. Колечки у меня тоже есть. Но я не ношу. Я даже обручальное кольцо не ношу. У меня даже нет отпечатка, что у меня когда-то оно было. Вот такие вот серёжки. Очень классные, очень красивые. Надеюсь, что камера вам всё передаёт. Очень здоровские. Мне показалось, что как-то это не... Они неоднозначные. Они какие-то... Как это сказать? Ну, не как все, короче, серёжки. И действительно стильно и классно смотрятся. И вторые. Это от марки Соколов. Ну, здесь они, короче, поскупились. Такую вот обычную. Вторые серёжки мне уже подарил супруг. Я увидела их. У нас здесь есть в магазине витрина. И там Соколов. Я увидела эти серёжки. Тоже, как бы, мне они показались стильными, неоднозначными. Я люблю что-то такое необычное, знаете. То, что не как всё, что вот шаблонное. Вот. И мне понравились. Я сказала супругу, хочу эти серёжки. Он пошёл купил. Ну, вот они вот запаковали в такую вот обычную бумажную. Я их уже, конечно, ношу. Бумажную такую. Как это назвать? Слова уже потеряла, да. И вот они вот такие вот серёжечки. Здесь тоже они серебряные, с фионитиком. Конечно, это недорого стоит, но ещё раз повторюсь, я не люблю какие-то такие прям дорогие украшения. Вот. Ну, такая вот я. И раньше, да, у меня это всё было. И золото, и украшения. Вот в виде скрепки. Ой, в виде булавки, извиняюсь. С фионитиком. Вот так вот они висят. Очень красиво смотрится. Очень классно вот так вот смотрится. Смотрите. Мне нравится, мне нравится, потому что смотрится неоднозначно для повседневной жизни, для повседневной носки. Конечно, на выход у меня есть серёжки, и как бы, в принципе, лучше его мне там не хочется. Ну, когда я что-то вижу, мне нравится. Тут недавно я тоже увидела набор серебряный в виде граната, колечко такое висячее, и серёжки. Ну, там дизайнерская работа очень, просто супер. Как-нибудь я их попрошу, когда созрею. Вот. И эти серёжки мне как бы очень нравятся для повседневной жизни и разнообразия, то есть какое-то, потому что у меня очень много серёжек, честно. Раньше, когда-то я носила там и золото, и всякие украшения, и всё остальное, и нарковые шубы, и всё. Знаете, это было вот до 30 лет. Всё. Всё распродала, избавилась, и ничего этого не хочу, просто не хочу. Ну, и в связи с тем, что у меня день рождения, они, конечно, с Sunlight мне сделали два презента. Серебряные подвески. Одна подвесочка вот такая вот, в виде дерева с фианитиками. Сейчас вам покажу вот так вот. Вот. Мне понравилось, как бы, там на выбор были подвески, очень красивые. Ну, почему бы и нет, да? И вторая вот такая вот подвеска, арочка Париж. А, сейчас, не увидите, наверное, вот так вот. Вот такая вот арочка. Да. А Соколов мне сделали... Ещё даже не распаковывала, потому что... Вот такое вот сердечко. Тоже с фианитом серебряное. Вот такое вот сердечко. Маленькое. Ну, мелочь, но приятно всё равно, да, когда вас поздравляют, то есть, как бы, и, в принципе, дарят вам такие презентики. Так, ну, вроде бы вот всё, всё, что вспомнила, всё, что покупала, я вам рассказала, показала в связи с Новым годом, все подарки, покупки. И, в принципе, я думаю, что многие из вас тоже имеют эти покупки и подарки. И, как бы, кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Обязательно не забывайте подписываться на этот канал, потому что много интересного будет впереди. И сейчас уже закончились праздники, мы входим в режим, восстанавливаемся и в питании, и во сне, и вообще в режим, да, что надо уже, как бы... Всё, хватит отдыхать, хватит праздновать. Да, потому что за праздники, конечно, ты становишься лентяем и жаробасиком, потому что кушаешь, спишь, кушаешь, спишь. Вот, обязательно следующее видео я сниму и расскажу вам про новую посылку The Ordinary, поэтому не забывайте подписываться, потому что могу посоветовать очень хорошие, недорогие позиции для ухода за кожей. Прям классные. Которые действующие, и если они на мне действуют, на вас они тоже должны, в принципе, действовать. Поэтому спасибо за просмотр этого видео, всем всего хорошего, берегите друг друга, не болейте. До новых встреч, до новых видео, всем пока-пока. С вами была Колька. С вами был Игорь Негода.